Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Вот и практически полностью расцвела моя клавезия амазоника джамба. Это ее первое цветение. Клавезия амазоника это вообще природный вид, это не гибрид. Природная клавезия произрастает в Венесуэле, Эквадоре и Бразилии, в районе, как это исследуют из ее названия, амазонки. У меня это клавезия амазоника джамба, из чего, я думаю, можно сделать вывод, что это также остается природной клавезией, но выращивается непосредственно уже в Азии у гровера, поставщика, садовника джамба Орхидс. Покупала я ее у поставщика Юченг. У Юченга вообще очень много морковок от джамба продается. И данное растение не исключение, несмотря на то, что в названии у нее присутствует слово джамба, показывающее ее отношение к данному садовнику, поставщику, но куплена она у Юченга. Как вы видите, даже в распуске остался у нее тот румянец на лепестках, которым я восхищалась в видео про ее бутончики. Зелененькая, полосатенькая. У нее очень красивая горлышко. К сожалению, цветы не крупные, поэтому нет возможности сфокусировать камеру, чтобы четко показать, какое у нее интересное желтое полосатое горлышко. И сама она вся такая полосатенькая и не до конца раскрывающаяся. Я долго ждала, раскроется ли она больше, но нет, это полный распуск, дальше цветы не распускаются. Также у нее очень интересный аромат. Поначалу, то есть первые дни распуска, у нее аромат был сладкий, такой сладкий конфетный. Сладкий конфетный, но стоило подольше подержать нос около цветков, как этот сладкий конфетный аромат переходил в четкий явственный ментоловый аромат. Такого перехода ароматов я, честно скажу, не встречала еще ни у одной морковки. Но через какое-то время у нее аромат изменился. И изменился он, по-моему, когда она начала чуть-чуть увядать. Вот, кстати, это вообще прям, ну, можно сказать, такая небольшая печалька. У нее цветы продержались всего с неделю. И через неделю после начала распуска они уже начали увядать, что вы видите на данном видео. Тот цветочек, вот второй он на цветоносе, который начал первым распускаться, он же первым начал увядать. Он как будто немного сложился и немного пожелтел. И в этот момент, вот именно в момент съемки данного кусочка видео, я поняла, что она пахнет медом. Вот именно медом. Все, ушел конфетный запах. То есть сладким он остался, но он стал сладким медовым. Оттенок ментола пропал вообще. То есть она стала пахнуть медом очень вкусно и достаточно интенсивно. И вот яркое солнышко для съемки мне удалось поймать только тогда, когда она уже красиво увядала. Пошла вторая неделя, и уже почти все цветочки вот такие вот. Еще не полностью завявшие, но уже видно, что они уже увядают. При этом она даже вот в таком вот состоянии, она продолжала вовсю ароматить медом. Очень интересная клавезия. Она мне очень понравилась. Хотя я не любитель клавезий в зеленых тонах, но, честно скажу, она меня просто очаровала. Вживую она гораздо интереснее, чем на всех картинках и на всех видео, которые я видела. Вот такая красота. На этом все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok